Жизнь. Жизнь — это болезнь. Тысячелетия назад великий некромант был на грани покорения мира. Но даже лучшие планы не всегда срабатывают. Герои выступили, чтобы противостоять мне. И вот я вновь умерчлен. Но что есть могила для того, кто повелевает самой смертью? Лишь скука. Вечность, чтобы задуматься над ошибками и осознать, насколько близок я был к победе. Я, возможно, бессмертен. Но когда всему миру придет конец, даже я познаю забвение. И вот я задаюсь вопросом. Будет ли дарован шанс вновь восстать, прежде чем это случится? Еще одна возможность утолить жажду всемогущества. Похоже, судьба все-таки улыбнулась. Предупреждение. Иратус Lord of the Dead — хардкорная тактическая ролевая игра. Игра очень сложная. Ваши мионы неизбежно будут погибать навсегда. И не стоит считать их расходным материалом только из-за того, что они уже мертвы. Каждый бой — подлинное испытание. Ресурсы всегда ограничены. Многие события случайные. Враги сильны, бесчестны и не испытывают ни жалости, ни сострадания, ни житей. Необходимо играть рационально и мудро, подстраивая свою стратегию под различные боевые ситуации и разновидности противников. Приготовьтесь потратить несколько часов на изучение игры, дабы завоевать вожделенную победу, принеся гибель в мир жалких смертных людишек. Игра находится в стадии раннего доступа. Некоторые механики текста и баланс могут быть изменены в будущем. Да-да, ребята. Для того, чтобы приступить к ознакомлению, ребята, с этой игрой вас, я очень долго в неё играл. На самом деле, очень долго. Наверное, дня три или четыре безвылазно. И я вам скажу, что это просто жесть. Это просто жесть. Вы знаете, такая игра, да? Есть Darkest Dungeon. Так вот, мне кажется, что Darkest Dungeon здесь — это, ну, детский лепет. Ну, я, конечно, преувеличиваю. Там тоже свои сложности есть. Ну, как здесь всё сделали? В общем, ребята, поменьше слов — побольше дело. Вот это я удаляю. Это моя запись была тренировочная. И начнём, пожалуй, с вами с новой игры. И уровень сложности я возьму пары пустяков. Пара пустяков! Да какое там пара пустяков? Ребята, я дошёл максимально здесь до второго босса. Это у нас Гном. Я его победить не смог. Но по своей же ошибке я только спустя, наверное, пятый раз, когда до него дошёл, понял, как нужно бомбить. Я надеюсь, у нас всё здесь получится с вами. В общем, смысл такой, ребята. Мы играем... Якобы вот некромант — это наш герой, но он повелевает армией. Вот наша армия в данный момент, которая у нас доступна. У каждого есть свои удары, свои скиллы и так далее и тому подобное. Ребят, также здесь есть таланты, которые мы можем прокачивать. У нас в данный момент есть два очка таланта. Надо потратить их. На что? Давайте посмотрим, ребята. Так, во-первых, мне нужны будут куски, чтобы я мог создавать новых миньонов. Это раз. Во-вторых, надо будет вот этот вот — искатель артефактов. То есть это на 20% повышает шанс выпадения артефактов после битвы. Это тоже нам пригодится. По крайней мере для меня. Так, вот такая у нас в данный момент армия. Тёмный рыцарь, зомби, тёмный рыцарь и невеста Иратуса. Иратус — это, как вы понимаете, мы. Так, что у нас ещё есть, ребята? У нас есть создание. Мы можем с вами создавать. Короче, изначально нам доступны, по-моему, только лишь 6 бойцов вот этих вот. Этих открываешь потом со временем. Вот буквально сегодня я открыл себе костяного голема. Ну, а вот этих я не знаю, ребята. Обратите трёх врагов в вампиров. Как я это сделать могу? Я пока не понял. Если у меня нет вампиров, как я их могу обратить? И переманите в свою сторону три дампиров. Тоже не знаю пока как это сделать. И нанести 3500 урона своим миньонам. Осталось 3251 урон. Офигеть! Это вурдалаг у нас, ребята, будет. В общем, про каждого юнита здесь есть небольшая такая сноска, которую вы можете почитать, если вам захочется. Ну, я уже это, ребята, читал всё. Будем приступать. Во-первых, мне нужно создать новых себе миньонов. Сделаем с вами, пожалуй, каждого по одному. Да, они будут у меня, естественно, слабенькие. Вот, ребята, из таких вот ресурсов это всё дело у нас собирается. Ресурсы вот эти можно объединять в более лучшие. То есть есть у нас там, ну, покажу чуть попозже. Вот. Вначале создаём с вами тень. Потом поймёте, кто что делает, для чего он нужен и так далее. Так, берём теперь, ребята, костяного голема. Тоже создаём. Так, берём кости и ещё один черепундель. Вот здесь в данный момент, ребята, параметры. Видите, 165 здоровья у него и пошло дальше. Броня снижает получаемый физический урон на значение равное количеству брони. Также здесь, ребята, есть сопротивление, есть блок, есть защита от магических атак. И определяет порядок, в котором существа ходят в бою. Дальше нам нужно сделать что? Вот, ребята, зомби вот этого полюбасику нужно сделать. Я считаю, что это один из имбовых воинов. Ну, для меня, опять же, повторю. Каждый играет по-своему. Я играю вот так вот. Создаём. Теперь нам нужен, ребята, призрак. Спросите, зачем ты это всё делаешь? Сейчас узнаете, ребята. У нас здесь ещё, помимо того, что создаём своих миньонов, у нас здесь ещё есть и кладбище. А потом увидите, для чего оно здесь нужно. Так, давай тряпки. Где у нас тряпки? Вот они, тряпки. Ветош. Так, создадим с вами лича. Так, черепок, кости. Так, прах. И, опять же, тряпки. Всё, создаём, да? Давайте теперь невесту Иратуса сделаем. Хоть она у нас есть, но это наш основной состав, ребята, будет. А сейчас мы делаем с вами расходники. Так, сердечко и кости. Создаём. Так, и давайте кровавого фантома сделаем ещё. Раз у нас хватает на него, значит так и быть. Всё, ребята. Больше я пока никого создать не могу. Вот у нас, ребята, артефакты. Всё идёт рандомно. Страховой договор. В случае победы Иратус имеет 100% дополнительного шанса найти артефакт за каждого погибшего миньона в бою. Вот сюда мы это устанавливаем. Так, ну что же, пора, наверное... Вот, ребята, кстати, алхимия, да? Где мы можем с вами вот эти вот начальные ингредиенты улучшать. Вы понимаете, да? Вначале идут белые, потом становятся зелёные, потом синие, потом фиолетовые. И, соответственно, чем лучше куски, из которых мы будем с вами делать миньонов, тем миньоны будут у нас лучше и крепче. Так, ну с древом мы ознакомились. Это, ребята, все наши враги в данный момент, которые у меня открыты. Тут есть каменные големы, безумные маги, элитные надсмотрщики. Это первый босс, ключник. Второго босса я пока не завалил, но в данный момент, вы видите, у него пилоны, с которыми мне приходилось драться. А вот здесь, скорее всего, и будет сам гном. Ну, к этому мы тоже с вами вернёмся. Опять же, могу повторить, ребята. Игра рандомная, я могу слиться в пятом-шестом раунде, а могу пройти очень далеко. Здесь нет какого-то определённого, скажем так, предсказуемого вывода или варианта. Ну что же, ребята, вот у нас есть кладбище, которое мы с вами должны расстраивать. У нас есть определённые души архитектора, за которые делаются у нас постройки. В данный момент я, в первую очередь, делаю морг. Что такое морг, ребята? Аура смерти полностью восстанавливает миньоном стойкость. Стойкость – это наше здоровье. То есть, если у меня кто-то здесь будет покорёбанный, я его выставляю сюда, и через следующий уровень он у меня восстанавливает полностью здоровье. Есть, ребята, арена. В этой арене, вот, например, мы можем сюда бросить скелета, но я сейчас не буду в данный момент. Он получается что? За каждый бой, ребята, они получают два очка опыта. То есть, каждый раз, когда мы дерёмся, они сидят здесь и получают опыт. Так, вот сюда мы можем, ребята, смотрите. Восправляя некроманта, у монумента каждый миньон восстанавливает иратусы в 8 маны. Действует после победы в бою, кроме квестовых героев. Давайте сделаем. Вот такой вот, ребята, монумент. В этот монумент мы можем с вами поставить любого персонажа. Давай поставим, например, потерянную душу. Также у нас есть озеро мертвецов, ребята. Взглядываясь в мутную воду, каждый миньон имеет 10% шанс обнаружить в озере мертвецов случайную вещь иратуса. Действует после победы в бою, кроме квестовых. Так, чтобы открыть, нам нужна ведьма. Ведьмы у меня, ребята, нету. Я не успел её сделать, как вы видели. Обелиск. Мистический обелиск притягивает заблудшие души. Рядом с ним каждый миньон приносит иратусу 4-6 души архитектора. Да-да, это самые те монетки, за которые мы с вами делаем улучшения. Действует после победы в бою, кроме квестовых боёв. Сюда вот можем мы поставить призрака, да? Вот сюда поставим, активируем, ребята, и вот у нас строится этот обелиск. Сюда мы можем с вами поставить, ну, давай, предположим, лич. Будет лич у нас здесь стоять. Так, у меня остаётся кровавый фантом. И, я так понимаю, сейчас я его никуда, ребята, не смогу, как говорится, поставить. Здесь нужны два скелета. То есть на раскопки, да, и на арену. Пока нету у нас скелета лишнего. Хотя, в принципе, ребята, мы можем с вами сделать вот так вот. А, очков архитектора нету. Хорошо, я, наверное, выставлю вот сюда голема. И давайте уже будем приступать к нашим баталиям. Безграничные богатства, сокрытые в глубоких подземельях под фундаментом древнего замка, давно не давали покоя королевству. Колоссальные залежи железной руды и древние артефакты забытых эпох могли бы послужить отличным подспорьем в грядущем завоеваниях короны. При вкушении сытных барышей гномы не замедлили предложить свои услуги в проекте по раскопкам подземных сокровищ, осуществив масштабные поставки горнодобывающего оборудования, а также экспериментальных мотивирующих зелий для шахтёров. Всё, в чём нуждались гномы, лишь грубая рабочая сила, приученная к рабскому подчинению. Однако, благодаря подземным тюрьмам, забитыми под завязку как преступниками, так и мятежниками, в рабах для разработки шахт не было недостатка. Плетью и пойлом принуждались они к покорству, обогащая своих алчных господ год за годом. Всё глубже и глубже в земную тверть вгрызались скайлами шахтёры, не подозревая о смертельной опасности поджидавших их в глубине. Вот такое, ребята, у нас начало, и мы... Вот у нас, ребята, древо, по которому мы можем идти. У нас есть разные пути, то есть мы с вами выбираем свою дорожку сами, так скажем. Поэтому я, наверное... Куда бы мне сигануть-то лучше? Очень всё заманчиво, очень всё великолепно, но я думаю, что мы пойдём вот этой дорожкой. Так, выбираем наш отряд, ребята, и вот сюда двигаемся. Что? А, я не могу, ребята, у меня первый бой. Да, в обязательном порядке, значит, сюда нужно идти. Хорошо. Ну что, ребята, давайте будем смотреть, как мне на этот раз повезёт или нет. Надеюсь, вам эта игра зайдёт, понравится, и мы будем её потихонечку как-то проходить. Изначально, конечно, у тебя нет ни големов, ни ещё кого-то там, ребята. Это всё со временем у тебя приобретается. Так, пронзить грудь. Давай мы с вами... Это, ребята, у нас, понимаете, да, заключённые воры, которые у нас работают на гномов ради добычи полезных ископаемых. Соответственно, так как мы некромант, были заточены именно в этом подземелье, нас эти же охламоны и пробудили. И теперь, ребята, мы мстим за первое наше, как говорится, убийство, когда нас убили, ну, некроманта, да, и заточили его в это царство тьмы. Ну что же, пока будет у нас всё так происходить. Я не буду вам, ребята, тут расписывать многие скиллы и удары, для чего они нужны. Я думаю, что вы сами скоро всё поймёте. Так, ну что, минусуем этого чувачка. Он нам здесь не нужен. Так, этот в стойку встал, да? Так, этот всё дебаф вешает, да, на моего голема, охламон. Ладно, давай-ка попробуем вот этого вот. Оп. Первый бой, ребята, самый лёгкий. Он как бы идёт, типа, тренировочного. Чем мне нравится, ребята, вот этот зомби, так это тем, что у него очень хорошая атака. И довольно мощная, если её ещё и прокачать. Ну что же, минусанули мы с вами одного. Давай теперь вот этого охламона тоже будем уничтожать. Как видите, пока у меня здоровье полностью у всех. Ну, не считая голема, но для него, поверьте, это не страшно. Так, ну что, пронзим. Промах, ёлки-палки, кто бы мог сомневаться, что он, ребята, промахнётся? Да-да-да-да, всё. Я думаю, что твоя песенка, парень, спета. Вот так вот, ребята, у нас бомбит зомби. Да, естественно, он пропускает первый ход, потому что он встаёт в стоечку. Но после, как вы понимаете, он отжигает по полной программе. Так, и добиваем этого охламона. Вот так это всё происходит, ребята. Ну что же, победа. Тут ничего, ребята, удивительного нету, поверьте мне, так и должно быть. А вот что дальше будет, это, конечно, жесть. Ну что же, как видите, мы восемь маны с вами добыли, да? И шесть жетонов архитектора нашли. Так, давай-ка мы посмотрим, что мы, ребята, здесь заработали и что мы можем с вами создать. Так, охотник за головами. Давайте тоже его создадим здесь. Так, давай вот так вот сделаем. И прах. Желательно, ребята, прокачивать всех. И давайте создадим, скорее всего, с вами мумию. Нет, мумию мы вначале вот так вот улучшим здесь. Есть здесь, ребята, юниты, которые чисто на физику осваиваются. А есть чисто, которые, как вам сказать-то даже. Короче, есть здесь физическая и духовная связь. Короче, есть и у них инициатива, даже не инициатива, как бы вам это сказать-то по-правильному. Вот помните в Darkest Dungeon, да? Там есть психическая, ментальная, да, связь, есть физическая. То есть можно менталку ему испортить. Тогда они могут там в панику впадать, убегать из боя, сами друг друга бить. Здесь то же самое. Абсолютно, ребята, то же самое. То есть мы можем либо уничтожить его физически врага, либо психологически раздавить его просто-напросто, как таракана. Но я лично, честно говоря, привык к физическому, ребята, урону. Потому что очень много здесь големов, очень много всяких механизмов, на которых менталка не действует. Так, ну что же. Давайте мы создадим с вами мумию, мы ее хотели создать. Немножко отвлеклись. Так, кусок мяса и ветошь. Так, ну что же, вроде бы нормуль. Ребята, этого хватит нам, пока хватит. Повторюсь. Давайте посмотрим, что мы с вами за артефакт нашли. В случае победы в следующем бою все выжившие миньоны получат дополнительно 2 очка опыта. То есть это, ребята, на один бой медаль. И это хорошо. Так, ну что же. Не будем долго здесь засиживаться. Пойдем. Так, у нас древний гроб здесь есть, да? У нас есть жертвуя миньона. Вы получите полезные предметы. То есть это тоже довольно-таки заманчиво. Но я, наверное, все-таки пойду вот сюда. Почему, ребята? Ну, потому что, смотрите. Хранит историю былых сражений, на опыте которых могут обучиться миньоны или сам Иратус. Поняли, да? Приблизительно что? К чему это? То есть если мы сюда с вами сейчас перейдем. И я, естественно, этот опыт даю Иратусу. Почему Иратусу, ребята? Ну, потому что он получает 200 опыта. То есть это 2 дополнительных очка. 2 дополнительных очка. Это нам, смотрите, на 50% повышает шанс выпадения мозга после битвы. Зачем нам мозг? Ребята, объясняю. Мозг это идет прокачка наших миньонов. То есть мы скармливаем им мозг и за это можем их проапать. Ну, что же. Поехали на карту подземелья. У нас очередное с вами сражение. Я выбираю, естественно, этот отряд. Кстати, у нас... Подождите, ребят, секунду. У нас же вроде бы немножко монет есть, да? Есть немножко монет. И мы с вами можем... Так, 20 нужно. Не хватает маленечко, да, здесь? Так, тут пока нам выставлять никого не надо. Да, 20 монет нужно. А у меня 18 не хватает. Жалко, конечно. Ладно, ничего страшного, ребята. Вот здесь, я думаю, все будет сделано после вот этого сражения. Главное, чтобы оно все у нас прошло хорошо. На самом деле, мне надо было бы взять вместо голема, наверное, все-таки нашего призрака. Так, началось, короче, да? Началось тут у нас. Голем, стой, пожалуйста. Не надо рассыпаться. Вот они охламоны, а. Да, ребята, ничему удивляться здесь не стоит. Здесь все очень жестко. Очень жестко. Игра сложнючая, но повторю вам, что она еще в бета-тесте и будет потихоньку, наверное, дорабатываться. Надеюсь, что в лучшую сторону. Да что ты, голем, елки-палки. Ладно, давай мы с тобой вот этого чувачка нахлобучим. Надеюсь, ты попадешь. Отлично. Как? Мне нравится вот этот зомби. Я прям не могу. Прям пищу, елки-палки. Так, попробуем у этого ханолика. Отлично. Нормуль. Голем, ёппарсетэш, что ж ты делаешь, а? Вот такие вот они, охламоны. Разбирают, ребята, с полтычка нас на самом деле. Так, дебаф повесили. Ну, а мы с вами, давайте, подготовимся к залпу. Ну. Так, погоди секунду. Мы можем с вами... Видите, голем теряет 25 стойкости, но он вешает баф в два блока до конца боя. Это, конечно, хорошо. Так, снижает атаку. Ну, давай попробуем. Вот так вот. Покалечить его. Покалечили мы, типа, немножечко. Эх! Рыцарь, рыцарь. Господи, что ж ты так? А вот, ребята, массовая атака. Роза для дамы. Да-да, от невесты Иратуса. Салют им всем. Неплохо, да, бомбит? Так, ну что, я думал, вон того ханолика мы сейчас с вами забомбим. Мне нужно, чтобы голем мой остался в живых, на самом деле. Я не хочу, чтобы они разбирали его, но они стараются. Короче, ребят, смотрите. Полоска красная – это здоровье. Полоска фиолетовая – это психика ихняя. Так, восстанавливаем себе здоровье тем самым. Эх, чуть-чуть надо было вот этого добомбить. И было бы замечательно. Ладно, давай опять в стойку его отправляем. И здесь мы все-таки добьем вот этого, наверное, огурца. Good, good. Неплохо, неплохо. Больше героев, говорит Иратус. А Некромант наш якобы, ребята, наблюдает за всем этим. Ну, типа вот я – это и есть Некромант. И я за этим всем делом смотрю. Так, пополнение запасов. Давай еще зарядим пушечку. Вот этих вот, ребят, если двое их будет в команде, прокачанных по полной программе, это вообще, ребята, имба. Он идет как танк. Несмотря на то, что он вроде бы как и стрелок. Ну что, добиваем этого Ханорика. Отлично, кританули нас ракет. Победа, ребята. Так, мы получили с вами 100 очков, то есть 1 очко таланта. А вот, ребята, мозги. Также у нас кольцо очищения и мемир. Плюс 15 душ архитектора. Ну что же, я считаю, неплохой такой довольно-таки дроп выпал нам. Давайте сразу же отправляемся на кладбище и сделаем, наверное, с вами… Так, что, либо раскопки, либо арена. Я думаю, что лучше нам выучить арену. Так, арена, ребята, активировалась. У нас в данный момент доступна всего лишь одна ячейка, да, вы видите? Вот я в нее могу поставить вот так. Чтобы открыть следующий, это нужно сделать что? Вот нажимаем сюда и ставим определенного персонажа. После этого открывается вторая ячейка. Естественно, герой у тебя сразу исчезает. То есть тут, ребята, либо-либо выбор. Так, как мы видим, мои миньоны получили опыт. И поэтому, ребята, давайте прокачивать. Тут очень большое такое… Ну как, не очень большое, но есть древо-прокатчик определенное. Так, я не знаю много… Вот у голема я, честно говоря, не особо знаю. Так, физическая атака. Она уносит 8% в 17-18 урона. Дополнительно наносит 1 единица урона за каждые 6 недостающих единиц стойкости. Сделаем. Так, ну этим ребятам немножко попроще. Я уже знаю, что им нужно сделать. Так, нам надо не магическую, нам нужно… Физическую атаку. Так, у этого бродяги мы с вами будем улучшать… Так, сопротивление… Тут тоже сопротивление. 75% в 50. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Так, и невеста Иратуса будем улучшать. Наверное, критический удар наносит 250 урона. А тут, ребята, критический удар оглушает цель на один ход, кроме боссов. То есть, лучше нам, конечно же, критический удар делать на физическую атаку, чтобы больше был дамаг. Зачем нам это оглушить? Оно нам, в принципе, здесь не понадобится. Так, давайте мы ставим сюда голема. Пускай он восстанавливает себе здоровье. А вместо него мы возьмем с вами вот этого вот призрака. Вот это вот тень. Так, ну что же. Продолжаем, ребят, с вами эпопею. Так, давай сюда переходим. То, что выглядело обычным проходом, оказалось частью древнего лабиринта. Вы не узнаете эту архитектуру. Поэтому, должно быть, застройка была проведена уже после вашего прошлого поражения. Тем не менее, она выглядит почти нетронутой, если не считать грудой костей, засорившей проход. При приближ... При ближайшем рассмотрении становится ясно, что проход это ловушка. А способ взреть ее находится с другой стороны. И у нас, ребята, выбор. Отправить вперед наименее ценных миньонов. Найти обходной путь. И заставить миньона парить над опасным полом с помощью магии. Так, ну, требуется банши, тень или вампир. Часто фатальным недостатком этих приспособлений является то, что они предназначены для существ из плоти и крови, привязанных к Земле законам гравитации. Некромантия готова предоставить решение для подобных задач и продемонстрировать законам Вселенной, кто здесь главный. Так, я не помню, мы же с вами пролетели, получается. Ну что, ребята, у нас с вами очередное сражение. Давайте зайдем и посмотрим, что нас будет здесь ожидать. Так, вот это тахламон. Его нужно уничтожать желательно первым, ребята. Это у нас надсмотрщик. 80 здоровья у него в общей сумме. Осталось 58. Ай, капкан бросил. Это плохо, ребята, на самом деле. Это очень плохо. Капкан будет блок. Я не посмотрел, ребята, что у него был блок, как и вот здесь. Видите, тоже есть блок. А вот это вот, кстати, хорошее, ребята, приемчик. Это стойка. Сейчас увидите, что он делает. Вот так, он контратакует. Да-да, тень контратакует врага. Так, слушай, мне не нравится, что у нас столько здоровья уже у нашего рыцаря темного. Мне это совсем не нравится. И нужно как-то с этим делом бороться. Так, попробуем бомбануть. Промах! Да ладно, промах, ребята, был. Господи. Так, что нам сделать? Так. Он еще и сюда капкан бросил. Да хорош ты! Да, ребята, вот такая вот развязочка у нас. Мы, походу, потеряли с вами рыцаря. Его сейчас просто, наверное, добьют, скорее всего. Что? Так, крит на 14. Так, у этого, ребята, психоз пошел. Что там у него? Шанс сбежать, увеличиваться на 20% каждый ход. Ну, слушай, у нас... Эх, рыцарь, боюсь, не доживет. Рыцарь, я боюсь, ребята, не доживет. Отличный выстрел, дорогая, говорит. Давай, наверное, мы стрельнем. Вот так вот. Минус 13, да, здоровье? И попробуем, знаешь, что сделать? Так, 20 к уклонению. Поменяемся с ним местами. Поменяемся местами, поставим его. Я надеюсь, его не достанут здесь. Так, блок сработал. Отлично, ребята. Так, это мы, по-моему, с вами передвинемся, да? И тогда мы сами себя добьем. Нет, нам это не нужно. Давай дебаф. У нас хоть нету никакого дебафа, но тем не менее. Так, еще один, да, чувачок психанул. Так, двое на психозе тут стоят. Черт подери. Ну, давай в этого бомбанем. Так. Призрак. Все, ребята, последний блок с него сняли. Он контратаковал. Уже физическая была атака. Да чтоб тебя, давай мне еще этого зомби уберешь. Да ты достал, а? Ребята, игра хардкорная, сразу вам говорю. Тут, конечно, очень жестко все. Очень жестко. Так, дебаф. Дебаф. Ребята, я не могу сейчас в данный момент ничего делать, кроме снимать дебаф, потому что здесь капкан стоит. Так, ну что, попробуем, наверное, с вами... Кого бы нам с вами добить? Так, тут блок. Нет смысла бомбить. Давай вот этого. Чуть-чуть, а? Чуть-чуть совсем не хватило. Так, получает 20 к точности. Давай-ка вот на этому мы повесим, чтобы он промахивался. Двоих, да, сразу же? Хорошо. Ну все, ребята, сейчас, я думаю, призрак сделает свое дело. Так, кого бы нам здесь добить? Добить. Добить, наверное, никого не получится. Так, этот будет первым ходить. Давай в него тогда и стрельнем. Минус. Сложите в общую кучу. Так, здесь мы ставим стоечку. Минус еще один. Так, ребята, минус 20 к точности. Давай на этого охламона повесим. Промах! Да ладно! С чего ты вдруг, блин, промахнулся-то? Господи! Так, капкана нету, поэтому, ребята, рискуем. Отлично. Так. Ну что? Невеста Иратуса, давай. Подожгли. И теперь нам остается только лишь бомбануть. Все. Отлично. Ребята, все выжили. Но вы сами видите, сколько здоровья осталось у рыцаря у нашего, да? Рыцарь смерти. Так. Кровавый фолиант. Он получил у нас, ребята, видите, вот эта вот медалька означает, что мы можем его немножко прокачать. Голем наш восстановил здоровье полностью. Плюс 8 манны и 5 значков архитектора получили. Сразу же бежим с вами на кладбище. Забираем сюда голема. Выставляем рыцаря. Так. Здесь нужен призрак. Ага. Давай посмотрим, кого мы можем с вами создать. Призрака можем? Можем. И это хорошо. Сейчас мы его, ребята, с вами сделаем. У нас откроется еще одна ячейка. Ячейка. Создаем. Создаем. И, естественно, ребята, открываем еще вот здесь вот дополнительную. Я надеюсь, у меня хватит монет на все это дело. Так. Сколько? Блин, нужно 40. Господи, не хватает, а? Тогда мы делаем вот таким вот образом. Меняем. Призрак очень, ребята, хорош. Мне он нравится, на самом деле. Очень классный миньон. Мы можем еще с вами кого-нибудь создать. Мы можем темного рыцаря создать. Поэтому давайте мы это и сделаем с вами. Так. Пробирки. Подождите-ка. Давайте мы его здесь, наверное, с вами улучшим. Вот так. Эти бутылочки. Так. Кости. Все это будет у нас улучшено, ребята. Так. Вот здесь улучшаем. И плоть. Все. Вот теперь, кстати, еще одно очко таланта у нас есть. Ребят, можно его потратить. Выпадение кусков после битвы. 10%. Повышаем шанс. Нет, давайте мы, наверное, вот это вот. Души архитектора. Это те самые монеты. Так. И что мы хотели с вами здесь еще замутить? Так. В библиотеке нужен рыцарь. Рыцаря у меня пока нету. Лишнего, ребята, нету. Давайте создадим. Создадим рыцаря. Так. Доспехи. Склянка. Так. Прах. И оружие. Создаем. Рыцарь, я считаю, тоже, ребята, один из имбовых чуваков, который нам очень будет хорошо заходить. Вместо кого? Ну, пускай, наверное, пока здесь постоит. И давайте еще сделаем с вами одну невесту Юратуса. Так. И кости. Создаем. Ребята, максимально здесь количество отрядов будет три, по-моему, да? Раз, два... Нет, четыре. Четыре отряда. Так. Теперь давайте мы скормим мозги. Вот сюда. И будем прокачивать. Так. Прокачиваем обильная картечь. Так. Потом... Потом что там? Игнорирует сопротивление. Так. Четвертый уровень у него, да? IQ 40. Так. Можем еще, да? Оказывается. Эффект не суммируется. Эффект не суммируется. Так. Зоми получает один блок и одну до конца боя. Ага. Эффект суммируется. Давай. Давай сделаем так. И... Кому бы нам еще, ребята? Давай, наверное, призраку мы скормим мозги. И... И... Вот это вот надо. Стойка. Так. Любому миньону был нанесен урон. Так. Тень контратакует, да? Был так. Она наносит стрессовый урон. Мне бы, ребята, конечно, лучше не стрессовый миньон на самом деле. Так. Тут разница в чем. Это игнорирует оберег, а это... А это вообще... Ничего не игнорирует. Так. Ну что ж, давай тогда вот это вот. Раз уж будем игнорировать с вами оберег. Так. Так. Восстанавливает 15 маны Ратусу и 15 стойкости Тени. Поддержка. Давай сделаем так. Ну, вроде бы пока все, ребята. Больше мы никого создать не можем. Вот такой вот у меня будет отряд. И мы с вами идем на карту. Так. Старинный гроб с предметами. Давай вот этот вот выбираем отряд и идем сюда. Так. Так. Выберите дар. Ребята, здесь. При нанесении критического удара... Так. Три ужаса на два хода. Суммируется не более трех раз. И восемь точности дает. Здесь два сопротивления. Стойкость равна 70% в начале хода. Плюс две катаки на два хода. А тут Ратус устанавливает восемь гнева. Максимум три срабатывания. Плюс один блок. Черт. Я даже знаю. Точность. Ну, если... Давай возьмем, ребята, точность. И этот артефакт я хочу поставить невесте. Пускай будет у нее. Так. Ну, что. Вроде бы пока все нормально, да? У привидения, конечно... Точнее, у тени не очень много здоровья. Но я думаю, что нам хватит. Надеюсь. Так. Жертвенный алтарь. Жертвенный алтарь. Это, ребята, мы можем... Сможем... Ну, давай вот этот вот возьмем. Фиг с ним. Так уж и быть. Так. Пожертвуйте миньонам. Давайте мы, наверное, с вами пожертвуем... Мумий. Во! Неплохо. Кстати, это надо будет, ребята, дело посмотреть. Так. Иратус. Давайте мы посмотрим на его артефакты, что он там заработал. Так. Случайный миньон и случайный враг получают минус к удаче до конца боя. Нафиг надо. Снимает все бафы с выбранного миньона. За каждый снятый баф Иратус вытанавливает 6 маны. Так. А тут у нас... Имеет 100% найти артефакт за каждого убитого миньона. Не надо. Так. Все противники получают дебаф. Ух ты. Вот так круто. Хотя, ребята, лучше нам точность эту приберечь. Если в начале боя есть миньон с 8 энергией инициативы и выше он получает 8 к меткости точности и 8 к уклонению. Так. 8. Да? Это у нас что получается? 8 инициативы. Черт подери. Я не знаю, что нам лучше сделать. Так. Это маска. Что она там? На удачу, да, по-моему? Да. Давай вот так тогда сделаем. А здесь у нас Мимир. В случае победы в следующем бою все выжившие миньоны получают дополнительно 2 очка опыта. Вот это хорошо. Вот это нам пригодится. Ну что, ребята. Погнали. Карта подземелья. У нас тут выбор. У нас тут выбор. И я возьму, наверное, можно вот так вот, конечно, обойти. Если мы так с вами пойдем, что нас тут поджидает. В принципе, неплохо. Я, наверное, возьму именно вот этот путь. Погнали. Вот сюда пойдем. И вот так вот по обходной. Приготовились. Ой, ё-моё. Голем. Господи, зачем я сюда пошел? Зачем я сюда пошел? Еще и копейчик здесь. Ребят, вот это я, вот это я погорячился. Так. Я даже не знаю, что делать. Ну, давай начнем. С этого хламона. С надсмотрщика. Так, тебя мы вставим в стойку. Сразу же. Так, выстрел. 12. Маловато отняли. Так, дебаф вешает, да? Здесь бы, конечно, мне рыцарь бы понадобился. Рыцарь тьмы. Вот это было бы классно. Ну, ладно, у него голем и у меня, ребята, голем есть. Только его голем бомбит не по-детски, я вам серьезно говорю. Он бомбит просто ужасно как. Но. Сколько? 18 всего лишь. Чего ты так слабенько-то? Эй. Капкан. Ты смотри, что делает, а. Капкан киданул. Надо его, ребята. Упс. Ну, это да, конечно, его фиг пробьешь. Так, защитную стойку встал копейщик. Кританул. Да еще и дебаф повесил. Еще и оглушил. Вот не было печали-то где, а. Ну, я даже не знаю, ребята. Давайте попробуем вот такую. О, 24. Довольно неплохо. И попробуем пробить. Ну что, этому практически, ребята, кранты. Практически. Сейчас, ребята, будет ходить голем. По кому он сейчас визданет? Я даже боюсь представить. Ну, естественно. Но он промахивается. Это большой плюс для нас. Так, я думаю, что надо ему, ребята, понизить точность. А, на него же, по-моему, нет, действует. У него нет души. Ну, менталки, да? Но дебаф на него все-таки вешается. Это хорошо. Так, пропуск хода. Естественно, по голему бомбят. И нам нужно, ребята, вот этого вот чувачка, наверное, убрать отсюда с поля боя. Одним, как говорится, меньше. И нам спокойнее будет. Да чтоб тебя, а! Ну что, будем... А, не достаю. Тогда давай так сделаем. 17 урона нанесли. Нет, 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 нет. Хорошо, что голем, ребята, у нас такой мощный, жирный. Так, если мы с вами встанем сюда, мы попадем в капкан, да? Поэтому нам нужно вот так вот вешать дыба. Промах! Ну, конечно, ребята, тут промах. Сейчас двойная атака, нет? Ага. Он все бомбит этого. Давай-ка мы поджарим маленечко. Пускай он погорит потихоньку. Так, а что у нас, ребята, по скиллам? По скиллам у нас все фигово. Снимает все бафы с выбранного миньона. Нам это не нужно. Капкан ушел. Поэтому давайте так сделаем. В стойку. Блок. Отлично. И давай попробуем вот это. Перенаправление еще и промахнулись. Голем взял, ребята, на себя инициативу. Давай его отсюда сдвинем маленько. Пускай он там постоит посередине где-нибудь. А, он даже в конец самый улетел. Так, психоз пошел. Смотрим, ребята. Теряет пять инициативы. Дальше что он там? Что? Не воспринимает? Бафает он вам, да? Опять он встал на первое место, а? Так, этого говнюка надо дальше добивать. Бафер фигов. Так, опять встаем, ребята, в стойку с вами. Последний блок у нас потратился. И заряжаем нашу мортиру. Так, сейчас голем звездонет. Как всегда попадает. Чтоб его! Да он невосприимчив. Призрак, он невосприимчив у нас. Так, если мы атакуем, попадем? Двадцать. Отлично. Это неплохо, ребята. Так, жена Эратуса. Получает урон у нас. Так, минус. Чувак сгорел. Так, почему на этом дебаф не вешается? Я же вешаю дебаф на него. Критический, к тому же. Вот он, ребята. Сколько он там действует? Минус... Двадцать точности. Ну что ты там стоишь, Хонорик? Так, ну он гореть не будет, голем? Потому что у него... Да, да, да. Кто бы мог, ребята, другое предвидеть? Что все поглощено броней. Если мы сейчас с вами, вот буквально сейчас уничтожим голема, все будет тип-топ. Оу! Ты понял, что он сделал? Он уничтожил просто невесту Эратуса. Каким-то валуном... Я в первый раз вижу, кстати, вот этот вот удар, который он сейчас сделал. В первый раз. Вот сколько играю, в первый раз вижу, чтобы валун какой-то там падал. Ну что, давайте, наверное, расправляться с этим вот копейщиком Блин, конечно, невесту Ратуса, что потеряли, это плохо Я надеюсь, мы, ребята, сможем восстановить этого миньона Он нам пригодится Этот вообще уже кровавый весь Все, ему осталось жить недолго, на самом деле Но он хорошо тут, конечно, побуянил Так, все, ребята Одну потерю мы с вами все-таки получили Давайте быстренько посмотрим, сможем ли мы с вами создать Нет, нам не хватает чего-то, ребята Чего-то не хватает Темный рыцарь или скелета Давайте, наверное, охотника за головами создадим Как думаете? Давайте сделаем, наверное, именно так Эх, и артефакты все профукали мы с вами Жаль Так, давай-ка мы вначале вот здесь вот сделаем Снижает атаку цели на одну единицу за каждые восемь недостающих единиц стойкости Остальное 20% стойкости Так, повышается на 25% до конца боя Так, давай вот это, наверное, сделаем все-таки И зайдем, ребят, с вами на кладбище Кто у нас тут? Рыцарь, он восстановил себе здоровье Мы его берем сюда Так, мы сюда стравливаем призрака Отдаем сюда стрелка Невесту и Ратуса забираем И вот так вот, наверное Блин, мне нужен призрак Я могу еще создать призрака одного, а? Покажите мне, пожалуйста Тень Тень не могу, ребята, сделать, да? К сожалению Из этих я никого не хочу себе создавать Пока, в данный момент А можем ли мы с вами Вот здесь еще открыть одну ячейку Можем Для этого нам нужно отдать Фантома Где у меня Фантом? Вот он стоит здесь Фантом, ты уж извини, бродяга Ага, чтобы его сделать, ребята Нужно 60 очков Значит, пока не судьба Пока мы это делать не будем с вами Давайте, наверное, мы его Наносим 40% урона А здесь Критическая атака Нет, критическая атака Она не всегда срабатывает Поэтому, ребята, будем с вами просто Быть адекватными И знать, что нам просто Нужна физическая атака Конечно, хорошо, если бы он критовал Это было бы отлично Но не в данный момент Так, что у нас еще, ребят По артефактам? Давай посмотрим Иратус устанавливает две маны Это все понятно Так, мозги у нас есть И мы можем Вот сюда вот их втюхать Подожди, почему ты Не хочешь Так, критический удар Критический удар Давай вот так вот Под крит На три хода Дополнительно поджигает, да? А здесь Дополнительные Дополнительные 30% урона будет идти Давай сделаем так Так, у нас атака Плюс один на два хода Ставим сюда Гнев восстанавливает Давай сюда сделаем Это уши у нас, да? На веревке А тебе мы поставим, наверное При промахе И стойкость 30% в начале хода Вот так вот Эти, ребята Артефакты не исчезают Если наш миньон будет жить Эти артефакты будут на нем висеть Но если он погибает Они, по-моему, все, ребята Улетучиваются Вместе с трупиком Так, тень Давай поставим, наверное С вами кровавый фолиант сюда А тень Конечно, хотелось бы Чтобы она у нас Подлечилась Но нет Такой возможности Не хватает у нас ресурсов с вами И таланты У нас остаются Еще одно очко Давайте вот так С вами изучим Это, короче, на 10% Повышает шанс Выпадения кусков И это именно Для создания миньонов Ну что, ребята Переходим сюда Очередное у нас сражение Погнали Команда, конечно, у меня Не особо хорошая Если честно Так, ну, конечно же Начинается С заключенных Все это дело Так, погнали Нам нужно убрать В первую очередь Вот этого Вот надсмотрщика Чтобы он не бафал Всех этих охламонов Причем он еще Как вы видели Бросает Капканы Так, что у нас тут Воспламенение Враг, наносивший урон Миньону с меткой Получит в ответ 10-20 магического урона Останется Так, давай вот это Наверное, мы с вами сделаем Стойка И будем Потихонечку Бомбить Неплохо На 18 Мы его врезали Так, еще Ударчик Промах Опа Он не промахивается Так Восстановили Да, здоровье? Отлично Кровавый удар Опять Так Главное, чтобы Этот не бросал Свой капкан И все будет хорошо Все Насчет капканы Своей бросать Это будет печалька Давай дальше Наверное Пробивать Сколько у него? 28 здоровья осталось Может быть сделать Поджечь его, а? Пускай горит Потихонечку Да, там Рыцари Вот эти вот Они Нормуль держат Нормуль себя ведут Поэтому как бы Можно их Они недорого стоят В принципе Да бросил Все-таки Капкан свой, а? Началось В России утро Так Опять Коварный удар Давайте, ребята Кто у меня сейчас ходит? Вот этот, да? Он Высасываем Короче, жизни Восстанавливаем Себе здоровье Ну что? Этого осталось Лишь добить И мы его добиваем С вами Стрелком Твоей первой ошибкой Было родиться И Ратус там Прикалывается Да что? Вот как они начнут Ребята Кого-то бомбить И вот все Без остановки Это у них Ну что? Давай, наверное Подожгем Промах Вы в этом сомневались? Я нет 12 В минус Вогнали Так И попробуем Ребята Вот так вот Хач Классно По 12 атаковали В капкан Вляпался Господи Что ты? Ну? Классно, ребята Крит на 21 Выпал Ну что? Добиваем этого говнюка Наверное, да? Поджечь получится? Получилось И добиваем Подожди Если мы сейчас Ну ладно Добиваем, ребята В капкан Вляпаемся В капкан Сейчас Я думал, что мы его успеем убить Ладно Тогда так придется Разобрались Ну здесь Довольно Изи Было Я думаю, что вы согласитесь Так Нам выпали там мозги Поэтому нужно будет их активировать Так Эти у меня восстановили Полностью себе здоровье Ребят Сразу же идем на кладбище Так Здесь Повысим Себе Так вот Сделаем И Забираем Короче С вами Нашего голема И нашего стрелка Вот так вот Все будет выглядеть На самом деле Тень надо сюда поставить Пускай лучше она Восстанавливает себе здоровье А мы Так 44 Да Тут нужно 60 Не хватит Здесь у нас два опыта Ну Кого нам На опыт поставить Давай тебя Будешь ты стоять Тренироваться В библиотеке Нам нужен Рыцарь тьмы Здесь тоже Рыцарь тьмы Здесь Скелет нужен Так Сюда можно Стравить леча Вот Хотелось бы Конечно получить Ребята Вот этих вот персонажей Это как я так понимаю Вампир А вот эту я не знаю Кто Таких нет у меня Пока Персов Так Обитель гнева Сюда Призрак Давай посмотрим Кого мы можем создать Мы можем Ребят с вами Создать Призрака Банчи Да Так Сделаем Вот так Так Создаем Отлично И Что нам Сделать Ребят Нам нужно Озеро Мертвецов Построим Так Что у нас Туда Найти Случайную Вещь Пускай Тогда у нас Тут будет Стоять Кровавый Фантом На раскопке Скелета Могу создать Чтобы Могу Могу Ребят Создать Скелетика Поэтому Давайте Мы сейчас Это сделаем Нет Нет На расходник Давай вот так Сделаем Лучше Не будем Тратить Нормальные Ресурсы Так А вот Теперь Знаешь Что я думаю Может быть Нам все Так Рыцаря Немножечко Погоди Что такое А я Ага Не могу Тебе тоже Не могу Ха И тебе Да Понятно Это хитро Сделали Конечно Они Ладно Пока Прибережем Пускай Они копятся И чтобы Нам тогда Замутить Так Зомби Их желательно Нам прокачать До Похода Ребята К боссу Это нужно Сделать Будет Обязательно Хватает Хватает Давай Раскопки И Выставляем Сюда Зомби Ну что Ребята Погнали Очередной Бой У нас Или там Что у нас Миньона Стравить Да Надо будет Хорошо Нам придется Опять забрать Кого-то С кладбища Господи Давай Посмотрим Кого мы Можем Здесь Ребят Забрать Лич Лич Нам пригодится Наверное Еще Блин Вот они Давай создадим Тогда Кого-нибудь Вот так Предположим Значит Оружие Доспехи И мясо Создаем Вот если что Ребята Мы будем Его скармливать Вот сюда Погнали Жертвенный Алтарь Ну Во Неплохо Теперь Надо Это все Нам Дело Распределить Так Что у тебя У тебя Тут все Нормуль Так Две Кудачи На три Хода Это нам Пригодится И стойкость Давай так Сделаем А здесь Плюс один Ужас На два Хода Давай сюда Влепим И удача Ну вот Таким Вот ребята Образом Так мы Поменяем местами Все Я думаю Пока Достаточно Тут у нас Сундук С артефактами Я так понимаю Что нам Выводит То есть Выбор у нас Будет Миньоны Состоящие из Четырех Необычных Кусков Или лучше Получают Плюс 20 Стойкости А у меня из Четырех Нету Ребята У меня таких То есть Четыре Необычных Куска Они у меня Все обычные Так Иратус Получит на Двадцать процентов Больше кусков После боя Если в нем Да понятно Все Враги получают Минус 15 Процентов К шансу Бегства Ладно Иратус Ты где у нас Это у нас Крюк Так А это Что у нас Каждый раз Когда Иратус Применяет Талант Ветки Разрушения Случайным Врагом Наносит 10 Физического Урона А этот В начале Боя Иратус Получает 45 Гнева Ну давай Гнев Поставим И Наверное Вот так А Это у нас Браслет Шесть Манны Восстанавливает Давай тогда Вот так Делаем Ну что Ребята Погнали У нас Очередное Сражение Посмотрим Как у нас Здесь Все это Получится Дело Так Два Мечника Это плохо Ну что Ты Он сразу Начинает С капкана Сразу Еще Мечники Вот так Они Бомбят Да Ребята Не Дурно Совсем Мы Можем С вами Вот так Применить Восстановили Маленько Жизни Себе Смотри Ко Попадает По голему Да Ладно Ты Еще Будешь Мне Тут Так Где Он У него Блок Блок Вот Этого Могу Бомбануть На 29 Слушай Неплохо Так Давай Ко Мы Еще Подожгем Пускай Погорит Маленечко Там Да Так Голем Выставляет 15 Стойкостей Давай Вот так Вот сделаем Бафнулись Промахнулся Гаденыш Один раз Промахнулся Второй раз Попал А ты Гори Там Полу Так Ну что Давай Попробуем Наверное Тут Ребята Видите У них Блок Поэтому Будет Удар В Пустоту Понимаете Да К чему Я сказал Так Подожгем Еще разок Вообще Сгорел Смельчаки Лучший Источник Свежих Трупов Это Точно Слушай Голем Хорош Ребята Хорош Голем Он такой Довольно Живучий Другой На его месте Уже давным Давно Отдуплился А он Стоит Так Мы можем Так же Восстановить Себе Упс То есть По нам Бомбят А мы Восстанавливаем Себе Просто Напросто Здоровье Пока Не будем Применять Ребята Вот этот Голод Бездны Ах Придется Опять В блок Бить Другого Выбора Нету У них Есть Видите Опа А вот Сейчас Нам пригодится Ребят С вами Супер Удар Именно Вытягивание Жизни Я не буду Сейчас Тратить Розу Для дамы А будем Вот так Вот делать Неплохо Кстати На 23 Бомбанули Так По голему Как всегда Достается Понеслась Раскаточка Давай Следующую Зоби Стоечку Вставь Так А мы С вами Опять же Будем Восстанавливать Здоровье А теперь Восстанавливаем Рыцарю Отлично Так Стопьте Все Под крит Ребята Вышло Абсолютно Все Так Перенаправление Да А ну Поехали Что Сразу Покраснели Рожи Хламоны Понеслась 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 Неплохо Кстати Я вам Скажу У них Осталась Только Менталка Защита На Менталку То есть Оберег В данный Момент У них Висит И Мы Давай Восстановимся Здоровье Лучше Так Что Что Опять Он Добить Получится Как думаете Совсем Там Чуть На Микро На Микронах Ребята Он как-то Выжил А вот Теперь Веселимся Ребята Черт Я думаю Что двоих Несем Не вышло Бинго Отлично Ребята Здесь Очень Был Хороший Бой На самом деле Мне понравилось Как мы Разобрались С ними Так Восстановили Жизни Так Этот Получил У нас Опыт И у нас Еще Одно Ребята Очко Таланта Надо Нам Посмотреть Так Вот это В принципе Неплохой Ребята Сундучок Что он Делает Смотрите Иратус Устанавливает Ловушку На выбранную Позицию Противника Через Два Раунда Ловушка Взрывается И наносит 50 Магического Урона Первому Персонажу На этой Позиции Короче Вот так Создание Что мы Можем С вами Сделать Ну Давай Наверное Темного Рыцаря Создадим Нам Как раз Там Нужно Кое Что Приоткрыть Давай Так Сделаем И вот Так Создаем Я Еще Одного Могу Создать Хорошо Давай Еще Одного Создадим Так Уж И Пробирка Так Где У нас Прах И Вот Так Аж Двоих У нас Хватает Там Ребята С вами Очков Обитель Гнева Если Я Например Поставлю Отлично Каждый Миньон В обители Дает Иратусу 12 Гнева В начале Боя Вот тут Постой Парень Ну Вроде бы Пока Вот так Здесь У нас Какой-то Надо Ребята Артефакт Поставить Что он Дает У нас Все Противники Получает Дебаф И В 15 Процентах Точности До Конца Боя Пускай Стоит Пускай Стоит Ну что Карта Подземелий Хотя Подожди Подожди Нам Вот это Вот Пригодится Не будем Пока Тратить Потому что Здесь Ребят Ну Я думаю Сосуночек Будет И мы Разбомбим Надо было Конечно Мозги Скормить Так Бросаем Ребята С вами Подожди Вот сюда Бросим И Начинаем Блок Господи Он В блоке Стоит Так Вот этот Ахламон Очень опасный Да 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 Это у нас Подрывник У него есть Ребята Такая фишка Когда у него мало здоровья Он может просто активироваться Влететь в толпу И сделать такой бум Что мало не покажется Уничтожение практически Тотальное Давай вот так вот попробуем 26 Неплохо Так Стойку выдел Нет Никакую стойку Он сразу начинает атаковать Так Минус 1 Ладно Это пока терпимо Вот этого нам нужно уничтожить В первую очередь На 30 Приголубили Отлично Пускай он стоит здесь Надеюсь Скоро взрыв будет И Его накроет Ребята Медным тазом Ну Когда там Бомбанет Ты достал уже Своими шашками Куда ты поменялся Так Голема атакуют Да Давай сделаем Вот такой вот выстрел Под крит попал Вот это вам Вообще не повезло Ребят Смотрите Сейчас поглощено броней Этот сейчас Отдуплится Погоди Ко секунду Давай мы лучше Наверное Восстановим себе Здоровье Угу Вот так ты сделал Ну что Заряжаем пушки Зомби Бумкнуло И Вот так вот Сделаем Отлично Так Подрывника Мало Ребята Здоровье Он сейчас Наверное Сейчас Наверное Нет Нет Не стал Взлетать Сюда К нам В толпу Не стал Делать Камикадзе Ну Все Ребят Мы с этими Олухами Фактически Разобрались Тут ничего Уже страшного Нету Можно Но Но Ай-яй-яй Не очень Хорошо Зомби Не очень Хорошо Бумс Промахнулся Нормуль Давайте Ребята Хотя Нет Давай Попробуем Его Зашкерить Нормуль Минус Копейщик И у нас Ребята Ах Ламон Остался Раб Гори в аду Гаденыш Вот так Фух Отличный Был бой На самом деле Изи И у нас Там По-моему Ребята Скоро Уж Очень Совсем Скоро Будет По-моему Босс Если я не ошибаюсь Нет Еще не скоро Еще не скоро Но он будет Так Вот здесь Самое интересное Вот Колодец Ребята Который нам может восстановить Либо манну Либо здоровье Поэтому Заходим вот сюда И смотрим Где у нас Мало здоровья У наших Бойцов Пока я вижу Что все вроде бы Неплохо себя чувствуют Вот здесь Вот надо поменять Так Тут у нас Все целенькие Тут тоже все целенькие Ну что же Давайте Ребята Восстановим Здоровье Здесь Нашим Миньоном Все Ну и Будем Наверное С вами Закругляться Если вам игра Понравилась Обязательно Ребята Увидимся В следующей серии Я думаю Что ух Впереди Вот здесь Кстати Ребята Будет Босс Увидите Его Надеюсь Мы дойдем До этого Ключника И Накумарим Его А дальше Будет сложно Поверьте Мне Так У нас по-моему Еще где-то Я видел Есть Да Есть Три штуки Маловато Конечно Ну-ка Почему ты не можешь Применить Я не понимаю А сюда Ты применишь Применил Вот так Вот сделаем И по-моему Я могу Еще даже Кого-то Создать Надо О Голема Можем Сделать Ребята Вот Голема Надо Сделать Это Неплохая Такая Боевая Единица Держит Неплохо Удар Плюс Сама Себя Регенерирует Ну И лича Тоже Мы с вами Сделаем Так Кости Вот это И тряпки Создаем Ну Вот так Вот как-то Что у нас Там По этим Так Это можно улучшить Покажи-ка мне артефакты Этот Ребята Мы с вами Наверное На босса Оставим Да Чтобы Противники До конца Боя Получали Минус Точность На 15 Так что Ребятушки Всем пока Всем удачи И до новых Скорых Видосиков Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор 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 Корректор